На создание выставки под названием «Лучший гор» могут быть только горы художников Игоря Медведева и Елену Семенову вдохновил Владимир Высоцкий. И, конечно, незабываемая красота исполинов. Почти три года длилось написание 14 картин. Мастера работали поочередно. Один начинал, другой подхватывал. Никаких споров, кстати, не возникало. У кого-то возникает какая-то мысль, композиция начинает эту работу, а другой художник уже дополняет, что-то видит свое. Потом опять сменяемся. И получается, что каждую композицию мы продумываем буквально совместно. Впечатления черпали из поездок на Донбай и Кавказ. На полотне они изображали чудеса природы. И чтобы красота пейзажа поражала зрителя, иногда им приходилось фантазировать и то, что в природе не существует. Начинала Елена, набрасывала сюжет, а Игорь добавлял детали с помощью сложной корпусной техники. То есть, когда берется большое количество краски и накладывается слоями. Получается вот такой неповторимый текстурный рисунок. И мне легко давалось то, что она делает. Я был практически со всем согласен. И она не спорила со мной, если у меня что-то получалось, ну, как бы в противовес ей. Как-то мы вот хорошо как-то так работали. Такую сложную, кропотливую работу оценили и коллеги художников. Быть здесь, созерцать, смотреть. Я всегда восхищаюсь и говорю, дай Бог здоровья пальчиком этим творцам. Тема сегодняшней выставки – это горы. Ну, вот мне это трудно судить, потому что я в горах никогда не был. Но величественная и вообще таинственная и завораживающая. В Орле выставка пробудет ровно месяц, а потом отправится в Болгарию и Турцию. Анна Немарякина и Денис Еременко для программы Оперативный эфир.